Дорога, которая будет. Это пока по ней сложно пройти даже пешком, а совсем скоро ее можно будет выровнять, обустроить и нормально подъезжать на легковом или грузовом автомобиле к дачному поселку Сады на реке. Эту тему наша программа освещала неоднократно. Напомним, люди, купившие участки в дачном поселке на берегу реки Вори, оказались лишены нормального подъездного пути к нему. С тем, где дорогу предполагалось проложить, были несогласны жители деревни Оксинино и соседнего с ней поселка для многодетных семей. Их беспокоило, что опасная автотрасса пройдет вблизи их домов, где гуляют дети. Долгое время проблема оставалась открытой. Месяц назад здесь побывал глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков. На месте изучил ситуацию и пообещал найти решение. И вот приехал к людям вновь, уже с готовым документом. Достигнуто соглашение с собственником земельного участка, по которому проходит наиболее удобный проезд к Садам на реке, об установлении публичного сервитута. То есть частная территория без изъятия у собственника может использоваться для муниципальных нужд. Мы с ним договорились, заключили соглашение, которое он подписал, и я подписал. И выдавили, выдаем, соответственно, публичный, накладывая публичный сервитут на данную часть земельного участка, по которой пойдет дорога ваша. Вы можете на основании этого уже прокладывать собственными силами дорогу. Андрей Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо большое. Я за вас не мог решить этот вопрос, но вам очень благодарны, очень признательны. Спасибо вам огромное. Мы давно ждали именно такого решения. И ходили, оббивали суды много лет. И наконец оно с приходом новой администрации это решение появилось. Андрей Булгаков подчеркнул, что теперь это забота дачников содержать и обслуживать дорогу, в том числе зимой. Заручился их согласием. Принятое главой и администрацией городского округа решение устроило все стороны и, главное, их примирило. Вы представляете, если бы пошел этот транспорт по нашей дороге и грузовой, и легковой, если у них тут до тысячи участков, это у нас получилась бы трасса. Мы очень благодарны и спасибо всем за то, что приняли это решение. Мы бы хотели от всех наших многодетных семей, нас 150 семей в деревне Оксинина, выразить огромную просто человеческую благодарность и низкий поклон нашему главе Андрею Алексеевичу Булгакову, потому что никто не мог этот решить вопрос. Вопрос был очень сложный. Благодаря его усилиям он такое оптимальное решение подобрал, которое устроило всех. Он решил, действительно решил в короткие сроки. На встрече также сообщили, что в дальнейшем планируется разделить частный земельный участок и территорию под дорогой перевести в муниципальную собственность. Это значительно облегчит обслуживание дороги. С собственником у нас достигнута договоренность о том, что мы впоследствии помогаем размежевать этот участок, и собственник передаст частный участок, запользованную дорогой, в муниципальную собственность. Только то, что необходимо для организации проезда к садам на реке. Жители садов на реке пригласили Андрея Булгакова в гости на чай, когда построят дорогу. И тоже получили согласие. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.